здравствуйте сейчас мы проведем все этапы рендера сцены cinema 4d первое что вам необходимо это открыть cinema 4d с вашей сценой далее у вас есть два пути как выполнить рендер вашей сцены первый через плагин turbo рендер используя приложение рендер ап второй через веб интерфейс в личном кабинете на сайте в этом видео мы рассмотрим рендер через плагин turbo рендер используя приложение рендер ап убедитесь что приложение рендер ап запущено и вы в нем авторизовались введя логин и пароль от личного кабинета прежде чем отправить сцену на рендер выберите необходимый формат выходного файла поддерживаются только форматы изображений проверьте чтобы шаблон имени результата поле name был name 0000 точка тиф задайте настройки картинки и диапазон кадров и frame rate для корректного выбора номера кадра для рендера требуется в настройках рендера и параметре frame rate задать значение совпадающие со значением fps из project setting в случае отличающихся значений будет рендериться не выбранный кадр а кадр со смещением в какую-либо сторону например frame rate 25 fps 30 для рендера выбран кадр номер 200 в результатах получится кадр номер 166 если вам необходимые пас файлы включите в списке мультипас нажмите мультипас и добавьте необходимые пас файлы прежде чем отправить сцену на рендер вам надо проверить имя сцены и камеры чтобы в них были только латинские буквы и цифры далее на вкладке плагинов необходимо выбрать рендер через turbo render откроется окно плагина плагине вы видите статус работы приложения render up оба огонька должны быть зелеными если видите красный то проверьте запущен ли у вас render up и зашли ли вы в ваш аккаунт приступим к проверке сцены на ошибки нажмите проверить сцену в окне появились контрольные параметры такие как статус имя проекта количество серверов для проекта материалы формат fps frame rate количество кадров разрешение название файла и сохранение пас файлов если все указано правильно можно отправлять файл на рендер задайте необходимое количество серверов например 10 для секвенции и 15 для одной картинки рекомендуем выбирать опираясь на сложность сцены чем сложнее тем больше серверов нажмите upload to render не закрывайте плагин до конца отправки файла после того как плагин закончит отправку приложение render up примет задачу теперь вы можете закрыть плагин в cinema 4d и продолжить работу над проектом для запуска задачи перейдите в приложение render up перед вами открылось окно подробной информации о задаче в окне на вкладке свойства задачи вы видите статус задачи и стоимость на вкладке параметры вы видите параметры с которыми вы запустили сцену на вкладке подробно вы видите какие сервера рендерят вашу сцену и сколько их здесь же находится лог файлы каждого сервера на случай если что-то пойдет не так нажмите запустить render вы увидите полный список своих задач статус активной задачи меняется автоматически как только render закончится ферма запакует получившийся файл в архив и создаст ссылку для скачивания вам лишь останется нажать скачать файлы и перейти в папку указанную в настройках render up как папка для загрузок а а а а